Здравствуйте! Меня зовут Ирина Розанова, и я здесь для тех, которые хотят выучить эстонский язык и погрузиться немножко в эстонскую культуру. Сегодня моё видео посвящается такому актёру, как Мэрт Аванди. Как вы помните, те, кто видели моё прошлое видео, я делилась песней Sekundiga группой Traffic. И там снимались, по-моему, около 30 эстонских культурных деятелей, и один из них был Мэрт Аванди. Я вам обещала выбрать одного из них и рассказать про него. Мэрт Аванди — один из моих любимых современных актёров. Раньше я очень любила Лембита Ульфсака, я до сих пор его люблю, но, к сожалению, он скончался. Один из моих любимых современных актёров — это Мэрт Аванди. Почему Мэрт Аванди? Потому что он очень многогранная личность и талантливый актёр театра и кино. Он телеведущий, он юморист, и поэтому я с вами сегодня поделюсь четырьмя ссылками. Одна ссылка будет на трейлер фильма «Вехкле», где Мэрт Аванди сыграл главной роли Энделя Неллис. Эндель Неллис был эстонский, то есть в советское время эстонский фиктовальщик и тренер по фиктованию, который основал первый фиктовальный клуб в Хапсалу. Посмотрите трейлер, и, может быть, вам захочется посмотреть этот фильм. Вторая ссылка будет на эпизод «Тую Риккуя». Это такая пародия, комедия. «Тую Риккуя» — «Тую» — это настроение, «Риккуя» — это портить, то есть тот, кто испортил, то есть тот, кто испортил настроение. И «Тую Риккуя» — это как комедий-клуб или комедий-вумен, и там они шутят, там очень много чёрного юмора. И я поделилась одним эпизодом «Ноуре Технику». Там Мэрт Аванди играет старичка, у кого радио не работает. Потом третья ссылка будет на репортаж «Парди Райли». Что такое «Парди Райли»? «Парди Райли» — это благотворительное мероприятие в помощь детям, которые болеют раком. Мэрт Аванди со своей супругой, они являются одними из основателей «Парди Райли». Оно происходит в Кадриорке. И, по-моему, уже шесть лет это проводится. И они основатели, потому что их старший сын Альберт умер от рака. Помимо этого, Мэрт Аванди, я его видела в прошлом году на триатлоне «Айронмен». Мы с дочкой там работали как волонтёры. И это, кто не знает, это триатлон, очень тяжёлый, с большими дистанциями. И для того, чтобы там участвовать, надо, по-моему, заплатить около 500 евро. Так что это очень мощный триатлон. И он тоже там участвовал. Что меня удивило, что, по-моему, полгода назад у него было интервью, где он признался, что у него когда-то были проблемы даже с наркотиками. И я всё время думала, как это возможно — употреблять наркотики и участвовать на триатлоне. Он признавался, что в связи с депрессией, со смертью сына и так далее. И я считаю, что это признак большой смелости. И я очень восхищаюсь им. Поэтому я решила именно с ним поделиться, именно рассказать вам про него. Потом, да, то есть четыре ссылки. Трейлер на Вехклея, Тую Риккуя, Норе Технику, репортаж на Парте Ралли. И четвёртая ссылка — это его короткий трейлер, его стендапа. В стендап, где он шутит и представляет сорокалетних, как в наше время тяжело переписываться, потому что сейчас уже никто не звонит, а всё время переписки. То есть там тоже короткий трейлер, но он очень смешной. Поэтому что это вам даст? Это вам даст, в первую очередь, немножко информации. Это даст вам возможность слышать и слушать носителей языка и познать немного эстонский язык и культуру. Если вам это понравилось, видео, смело можете поделиться с теми, кому это видео может быть полезным. И до новых встреч! Пока-пока!